Ауузу билляхи мина шайтаан и рожим. Бисмилляхи руахмани руахим. Альхамду лилляхи раббил алямин. Аллахумма салли аля Мухаммадом ва али Мухаммад. Ассаляму аляйкум. Здравствуйте, дорогие зрители. Хвала Аллаху, Господу всех миров и владыке всего, что мы видим и не видим, что он создал и что он создает. За то, что он дал нам возможность опять встретиться с вами, с нашими прекрасными, уважаемыми зрителями. Сегодняшняя наша тема – зина. Зина, если мы переведем на русский язык, означает прелюбодеяние. Зина является одним из больших грехов. Сегодня, как всегда, мы приведем аят со священного Корана и хадисы от слов пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллама, и его непорочной семьи, непорочных имамов. Первый аят, который я хочу привести из священного Корана, он находится в суре Али-Исра. 32-й аят. И в этом аяте говорится Если мы переведем аят, то в аяте говорится, что «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это мерзость и плохая дорога». Если внимательно вникнуть, рассмотреть этот аят, то мы увидим, что Аллах сравнивает прелюбодеяние с мерзостью, то есть следы этого поступка, этого греха, кончаются тем, что человек становится омерзителен, его душа становится черной, чернеет. Аллах говорит, что прелюбодеяние является плохой дорогой, плохим путем. Значит, этот грех сам по себе является дорогой, потому что человек повторяет, идет по этой тропе и повторяет этот грех. Я хочу привести два хадиса. Один хадис со слов пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саляма. Пророк обращается к Али и говорит, что у Али «Прелюбодеяние оставляет шесть следов, шесть побочных эффектов, вызывает шесть побочных эффектов, три из которых в нашей жизни, в этом мире, и три в потустороннем мире, в загробной жизни. Три эффекта, которые у нас оставляет этот грех. Первый, то, что человек теряет свой стыд. Второе, то, что человек ускоряет свою смерть. И третье, то, что человек срезает дар, Рузи, дар, который посылает ему Бог. Ведь, например, если он сегодня должен заработать какие-то деньги, он, согрешив, режет вот этот дар и то, что ему должны были не спасать на сегодняшний день. И мы в хадисах и в других хадисах наблюдали и рассматривали, что человек, совершая грех, откладывает Божий дар. Три побочных эффекта, которые будут у него, которые вот три следа, которые оставляет вот этот грех в потустороннем мире, это, во-первых, гнев Божий. Во-вторых, вечное пребывание в адском огне. И, в-третьих, тяжелый и очень точный спрос. То есть, человека с него будут расспрашивать, и этот процесс будет длиться долго и очень точно и тяжело для того человека. Почему же было запрещено прелюбодеяние? Имам Руза, алейхиссалям, да будет мир с ним, в одном из хадисов говорит, что прелюбодеяние запрещено было, потому что способствует некоторым вещам. Ну, во-первых, убийство человека, гибели человека. Во-вторых, исчезновение рода. В-третьих, невоспитанности наших детей и смешание наследства. Поэтому нам было запрещено прелюбодеяние. Я рассматривал хадисы, и вот хочу поделиться с вами с одним хадисом. Хадис очень интересный и совпадает с нашим временем. В одном из хадисов имам Садик, алейхиссалям, да будет мир с ним, говорит, что в том обществе, где много прелюбодеяния, будут происходить землетрясения. Я молю Бога о том, чтобы Он просил нам предыдущие грехи, прошлые грехи и не дал нам согрешить в будущем. Ассаламу алейкум, рахматullahi ва баракатух.